Российская журналистка Ксения Собчак, которая в последнее время то и дело попадает в разные скандалы, может оказаться в суде. Как сообщает российский писатель Михаил Шахназаров, Ксения Собчак швырнула некую фирму по установке каминов на 3 миллиона рублей. По словам журналиста, он не может поверить, что она кинула фирму на 3 миллиона, а скорее поверит, что она сделала это на сумму 15 миллионов. Он также прошелся по Собчак, ставя под сомнение ее профессиональные скиллы. В частности, он заявил, что Собчак, которая называет себя журналисткой, ни писать, ни говорить без режиссерского уха не может. Ко всему, украинский кинопродюсер, который работал в России, но с начала военного вторжения закрыл все свои проекты там, высказался относительно своего возвращения в Россию пропагандистке Ксении Собчак, которая сбежала из России в Литву. По его словам, сам продюсер не разделяет злорадство по отношению к Собчак. И не потому, что мы очень давно и близко знакомы. «Мне грустно, что уничтожают последний островок настоящей медийной жизни. Осторожно, новости, Собчак я смотрел. Это был замечательный проект, источник многих эксклюзивных новостей. Сама Ксения делала достойные журналистские работы», — говорит он. Роднянский также приводит в пример интервью Даши Касаткиной и ее девушки. Во времена дикой гомофобии в России подобная программа, поступок ее автора обозначает Роднянский. Он также полагает, что у Собчак была огромная аудитория. И Ксения предлагала ей, безусловно, либеральные и прозападные идеи. Да, она пыталась играть между всеми, сидеть на двух стульях. Как это казалось возможным, еще совсем недавно. Но времена изменились, как у Стругацких. На смену серым пришли черные, сравнивает продюсер.